Это просто жрецы и религиозные адепты американских богов насилия. Что если вот тебе предопределено спастись, да, в раю, то что бы ты ни делал, ты будешь оправдан. А если вот тебе не предопределено спастись, то каким бы хорошим ты ни пытался быть, ты все равно, сука, будешь в аду, понимаешь? Сведение личных счетов, как способ вообще организации пространства, стало какой-то банальной нормой. Максим Шевченко Шевченко, которого так у нас упорно называют подростком, уже 19 лет, а автоматическое оружие типа R-15 в США можно покупать с 18 лет. Поэтому про кого эта тема? Про школьника, который слетел с катушек и, купив оружие, пошел и расстрелял одноклассников? Или про совершеннолетнего, 19-летнего парня, который легально купив оружие, несмотря на то, что в его аккаунте, как теперь изучили, есть и явные следы психического отклонения, с помощью этого оружия пошел и отомстил школе, где его так сильно обижали. Честно говоря, припоминая нашу школу, я тоже припоминаю пару-тройку ребят, эти воспоминания мне очень, честно говоря, стыдны, потому что уже прошло много лет, наверняка эти ребята или живы, или уже являются взрослыми, которых обижали и унижали, и которые так скрежетали зубами, что я не удивлюсь, если бы тогда в Советском Союзе они взяли бы, пошли бы и нас всех там покрошили за то, как мы над ними измывались. Но это бывает, к сожалению, в каждом школьном коллективе. Мне уже сейчас очень стыдно. Да мне это и тогда, честно говоря, было как-то неудобно. Но согласитесь, что в современном мире убийство, массовое убийство, как способ сведения личных счетов, как способ вообще организации пространства стало какой-то банальной нормой. И идет это, между прочим, не из исламского мира, где говорят террористы, террористы, а из Соединенных Штатов Америки. Раз за разом Америка поставляет нам новости о массовых расстрелах, массовых убийствах, массовых там, не знаю, порубках мачете, о каких-то жутких кровавых оргиях, которые даже в техасской резне бензопилой, понимаете ли, вы не вообразите до конца. Так что является угрозой миру? Нам рассказывают, что на Ближнем Востоке сидит запрещенная террористическая организация, которая там отрезала кому-то голову. Это ужасно, конечно. Отрезали, например, голову Джеймсу Фоули, журналисту, который является другом моего друга, одному журналисту. Или расстреляли во время гражданской войны там пленных в затылок. Но мы видим Америку, в которой в год минимум 3-4-5 раз какие-нибудь подростки или какие-нибудь психопаты берут винтовки и убивают десятки людей. Откуда это в этой стране? Я считаю, потому что эта страна просто больная. Она является главной проблемой мира. Эта страна сочетает в себе религиозный фанатизм, причем религиозный не в вынаскательном смысле, что вот мол демократия или там индивидуализм как некая религия. А на самом деле такой религиозный, христианский, евангелический, фундаменталистский фанатизм. Когда вот я прав, Господь даровал мне, Господь поставил меня над всеми народами, Господь сказал, что мы новая Атлантида, Господь сказал, что мы град на холме, Господь сказал, что мы свет миру. Иисус тебя любит, знай. Да, человек ходит в церковь и знает, что Иисус его любит. А потом человек начинает сомневаться, он говорит, а вдруг Иисуса нету, я страшный грешник. А в кальвинизме знаете ли как, в кальвинизме, а американский евангелизм все-таки произошел от кальвинизма. Там учение такое было у Кальвина, что если вот тебе предопределено спастись в раю, то что бы ты ни делал, ты будешь оправдан. А если вот тебе не предопределено спастись, то каким бы хорошим ты ни пытался быть, ты все равно, сука, будешь в аду, понимаешь. И как бы ты ни рыпался, ничего тебе не поможет. И вот это вот сознание обреченности, когда человек выходит из церкви, начинает ширяться там, не знаю, начинает как-то заниматься сексом, понимаешь. Еще там что-то, что делает то, что с удочкой зрения является грешным, понимаете. Начинает там мастурбировать на журнал Playboy. Это все, собственно, великолепно показано в фильме «Американская красота». Помните такой потрясающий фильм совершенно? Не буду пересказывать его сюжет. Этот фильм великий совершенно, абсолютно. Так вот, он с ним расслучается, он ставит на себе крест. Он становится таким же религиозным фанатиком, но уже без моральной составляющей христианского такого евангелического или баптистского или мормонского какого-то такого дискурса. И он говорит, я такое исчадие, думает он про себя. Я такое страшное чудовище, что сам сатана меня к себе не возьмет. Да мне теперь все равно, что со мной происходит. И тут ему еще и большая страна, к которой он принадлежит, подбрасывает, скажем так, дровишек в огонь его сомнений, укрепляя пожар его уверенности. Ведь его страна бомбит и убивает кого хочет. Его страна врет как хочет. Его страна показывает пробирку с химическим оружием, якобы сделанным в Ираке, что оказывается потом ложью. И под предлогом этой лжи убивает сотни тысяч иракцев, захватывает, уничтожает, без суда и следствия, бросает людей в тюрьмы. Насилие продуцировано современной Америкой и всеми ее рабами, под названием правящие элиты в разных странах, которые так молятся на Америку и пытаются ей понравиться. Это продуцировано как главная идея современного мира. Это настоящая религия насилия. Поэтому вот эти вот придурки, которые уберут винтовки и расстреливают своих одноклассников, это просто жрецы и религиозные адепты американских богов насилия. Знаете, есть такой прекрасный сериал «Американские боги». Великолепный, посмотрите все. Так вот, боги насилия, это боги современной Америки. И чем дальше, тем будет больше. Эта страна больна, она заражает весь мир своей ложью, своим двуличием и своей склонностью к насилию. И поэтому насилие будет суть этой страны. И только отделившись от них, разорвав с ними ментальные отношения, перестав им подражать, мы сможем вернуться в нормальный человеческий облик, в котором этика является этикой, в котором спасение является спасением, в котором погибель является погибелью, грех является грехом, мораль является моралью, благодать является благодатью, но главный человек является человеком, а не приложением к дискурсу, который более силен и страшен, чем любая человеческая душа. Господи, благослови Америку. Это был Максим Шевченко, подписывайтесь на мой YouTube канал. Субтитры создавал DimaTorzok